Еще одна тонкая ткань. В кинобомонде в отечественном и в среде так называемого креативного класса считается хорошим тоном негативно отзываться о Никите Михалкове. То есть вот мимо тещиного. Я Никиту знаю 36 лет и все время одно и то же. Почему? Ведь именно с подачи Михалкова Хатиненко появился в кино. Я так понимаю? Да, безусловно. Ни всякое сомнение. То есть вот если бы не было Михалкова, не было бы Хатиненко как режиссер? Скорее всего, да. Скорее всего, да. Но, ты знаешь, с тех пор, как я его узнал, так и было. С той или иной степенью интенсивности. Просто не было интернета. Это было одно и то же. Я помню, после родни, когда был взгляд на наши газеты из окна Мерседеса, Никита такой человек, к которому невозможно как-то ровно относиться. Его можно любить. Ну, я его люблю, например. Его любят многие, и многие решаются сказать в эфире, что я его люблю. Вот в чем удивительная вещь. А так, ну, я думаю, и он к этому правильно относится, потому что, ну, он такой человек, к которому нельзя относиться. Он совершает такие поступки, порой резкие, порой может даже и не... Все, все, все. Он на виду. А тут у нас так, высунулся так, и пожалуйста, на здоровье получайте. Это же, на самом деле, не только с ним. Мы можем найти такие примеры. Как только человек исключительностью какой-то себя проявляет, и тут по-разному. Тут от зависти. Довольно большое количество просто от раздражения. Вот. От чего это ему все, а мне ничего. Понимаете? Такая иногда, вот такая блогерская интонация, такой обидки. Такой немножко. И чего это вот ему все дано, а мне ни сяво. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.